Редемшн. Искупление. Группа Hertz. Аккуратнее ашечки такие. Всем здорова, ребят. Рад вас снова видеть. И так скоро. Это очень здорово. Опять же, есть хороший повод. Вышла песня у группы Hertz. Новая. Называется она Redemption. Не Red Dead Redemption, а такая. В полутемных тонах. Очень классный трек. Очень какой-то такой меланхоличный. Ну, опять же, про искупление, собственно говоря. И на нем можно очень здорово послушать, рассмотреть вокал Тео. Какими он пользуется приемами. Как он там сливает все воедино. Очень-очень интересно. Так что давайте долго не будем говорить. Многие говорили, что видео очень длинные. Нужно немножечко поменьше. И справляемся. Сегодня будет быстренько и по делу. Кто заметил вот эту вот штуку? Микрофон Союз, который я уже установил. Про него я расскажу все в следующем видео. Или через следующий, но очень скоро. С микрофоном пока что знакомлюсь. Пока что вот применяю его в разных средах. И стараюсь, чтобы он, в общем-то, везде звучал интереснее. Настроить его там, привыкнуть к нему и так далее. И сделаю для вас такой не обзорчик, но мнение. Ладно, переходим сразу же к этой замечательной песне. Хм, Redemption. Искупление. Группа Hertz. Уже хочется остановить и поговорить о том, насколько воздушный, насколько этот голос замечательный, скомпрессированный, все рядышком, все красиво. Аккуратнее ашечки такие, да? Очень-очень приятные. Опять же, назад, фил. I almost feel like giving up. И смотрите, как он делает с динамикой очень интересные вещи. I almost feel like giving up. Дает на giving up немножечко связочной громкости. Немножко добавляет именно связок туда, чтобы была динамика, чтобы это все в музыку превращалось, а не было просто набором правильных каких-то гласных и согласных. Смотрите, он все эти вот точечки делает, да? Точечки сверху он делает такие более уверенные, да? А дальше он отпускает немножечко. Вот давайте сразу прослушаем это чуть-чуть. Не знаю, слов там, на самом деле, какие там, но все равно вот эти вот верхние у него более скомпрессированы. Еще раз. Грубо говоря, вот эти вот там вот точечки такие, а внизу он раскрывает Такой воздушный, очень сильный голос. Что сразу можно сказать про особенность этого, что он делает? Он очень круто связывает нотку, связывает нотку именно, резонатором, который находится у нас в пазухах здесь. То есть вот он как раз-таки немножечко поддает вот тот самый нос, но в очень грамотных пропорциях, вот. И это этим способом заполняет просто вот эти пустоши, которые идут, да? То есть немножечко в нос, и при этом вот это все в текучую такую линию. Можно спеть, конечно, Она будет более объемна, А здесь оно просто резонирует очень круто прямо тут И дает вот то самое заполнение Могу немножко напутать, песня только сегодня вышла, но понимаете саму суть, да? То есть оно очень-очень связано, Очень-очень связано. Опять же, вроде назальный резонатор сильно вылезает, именно пазушные резонаторы вырезают, ну как бы оно здорово звучит. Вот это и называется применять это в музыке, это применять это в творчестве. Возможно, если бы меня так ученик начал петь, я бы сказал, подожди, вот давай пока сделаем все правильно, грамотно, а потом уже добавим чего-нибудь еще. Вот. И вот это вот чего-нибудь еще как раз-таки здесь и добавляет ту самую красочку, ту самую вот смак интересную. Кстати, опять же, от согласных он отталкивается, Redemption, да, то есть именно чтобы для того, чтобы сделать такую пушечку небольшую, он делает толчок от D, Redemption. Опять же, мои студенты могут сразу сказать, ты же нас учишь там все связывать, не делать D, D, вот эти все вещи. Друзья, здесь это делается, в музыкальных целях, это очень круто. Redemption, да, можно спеть Redemption, будет тоже интереснее, но тут именно задумочка такая, то есть оно как бы сначала тихонечко начинается и потом выстреливает. Redemption, и получается супердинамика, суперкласс. очень хорошо задеваются вот там вот вниз. Disappearin' out of reach такое. Она как бы намечается, нотка, причем она в тоне, все клево, но она намечается и дальше. Disappearin' out of reach. И видите, очень-очень мало движений здесь, то есть все рядышком скомпрессировано, то есть сфокусировано даже, я бы сказал. Disappearin' out of reach. Again, да. Здесь вообще очень-очень явно. То есть он очень-очень-очень аккуратненько там щелкает, там дает такой напорчик, а снизу воздушно расслабленный совершенно звук. Он делает перекатик еще специально. Опять же для движухи, для того, чтобы это было красиво. И наполняет назальными все это дело. Очень клево на контрасте Бэкки тут, да? Они такие вообще на воздухе, а он делает Очень клево. Вот это вот тоже контрастно все, поэтому песня живая получается, она завораживает. Очень похоже, знаете, на что я? Всегда ищу, на что похоже. Такая вот была песня. Напомните мне, что это такое. Ну было еще что-то такое. Очень много я такое слышал где-то. Ну, что делать? Вот интересно. Тут такой момент, что здесь не настоящие, а струнные. То есть здесь это все дело как бы сэмплерное. То есть не синтезаторы, конечно, а это сэмплированные инструменты. Но в данной композиции они даже звучат как-то очень как-то правильно. То есть они звучат очень четко, так точечно и так далее. Кстати, мне кажется, что уже стоит рассматривать живые и неживые инструменты, даже сэмплированные, как отдельные какие-то краски. Потому что сразу же бы совершенно другое, более размазанное ощущение дал бы живой оркестр. А тут все очень-очень четенько, то есть на сэмплированных инструментах. Хотя звучит, в принципе, ухо как бы обманывается немножко, как будто настоящее. Напоминает кусок, если честно, саундтрек Death Stranding. Вот сейчас он вышел на ПК уже, уже можно в него поиграть. На самом деле, неоднозначный проект очень сильно. Рекомендовать его сильно кому-то не могу, но там очень крутая атмосфера, там очень крутое музло. На самом деле, музло там просто очень-очень здоровское. Группа Low Roar, обращаю на нее внимание. Очень крутые черти, очень классный такой полуэмбиент. Вот примерно вот такую вот музыку они делают. Хотя у них больше эмбиент, а вот такую музыку делал как раз-таки там местный композитор. Вот смотрите, как здорово по аранжировке. Оно вроде как и очень мощно, и в то же самое время сдержано немножко, да? То есть оно не разрывается, там не вырывает себя полностью. Оно очень сдержан, но от этого создастся такое щемящее ощущение, да? Такое не то чтобы нервное, а такое проникновенное какое-то. Классный трек. Ну что, ребят? На самом деле, на самом деле это все очень круто. Классный совершенно трек. Вот. Послушали, как поет Тео, тоже поговорили. Очень мне понравилось, как он именно использует как раз-таки пазушные резонаторы, то есть нос, грубо говоря, простым языком, чтобы все это дело немножечко связать, да? То есть связать. Father, help me, do you understand? Да, вот эти все... Он как примерно Клаус Майн бы спел, да? Только у Клауса Майяна больше все это дело как-то проявляется. То есть Клаус Майн бы Father, help me, do you understand? Больше сюда бы спел, скорее всего. Ну и повыше. Вот. А тут эта связь тоже происходит. Я очень люблю, когда вот именно текущая мелодия, когда тебя она наполняет, когда вот прямо она вот идет, льется, как река, как воздух течет и так далее. Это очень-очень здорово. От меня группа Hearts, группа Hearts, это я уже все связал в английской, группе Hearts за замечательную песню Redemption. Прям лайк, респект, молодцы, ребята. Будем ждать следующих свершений. Я на этом с вами прощаюсь. Сегодня супер маленький ролик. Чисто вот только вышла песня. Я решил быстренько записать, показать вам, что я немножечко занимаюсь светом уже, что чуть-чуть пытаюсь быть настоящим блогером, хоть YouTube этого и не признает. Но будем стараться дальше, будем двигаться к новым свершениям. Подписывайтесь на канал, если понравилось это видео. Будет много всего такого, скоро новые кавера, уже новые творческие треки. Все будет, все на стропилах, пока все разобрано, но все собирается потихонечку. Так что много чего, много чего будет, много чего будет, да. Все, друзья, подписывайтесь, ставьте лайк, сделайте красную кнопку серой, ужасная фраза, я знаю, но подпишитесь, кто просто пришел посмотреть, кто, в общем-то, не против такого контента, а еще посмотреть и послушать, разобрать вокал чей-то. Будем дальше так и действовать. Все, на этом закончил. Очень я болтлив сегодня. Пока.